Илья, ник очень странный, С-73-фул, реагирует на ролик, что российской оппозиции нет. Конечно, есть оппозиция. Навальный единственная оппозиция в России. Но господин Боровой активно это отрицает. Нет, я не отрицаю теперь. Я не отрицал никогда оппозиционные роли Эльича Келимонова. Ну, провокатор. Ну, имитирует оппозицию. Навальный имитирует оппозицию. Знаете, есть два способа познания. Первый, самый распространенный, это не использовать чужой опыт, аналитику, исследования. Опознавать все на собственном опыте. Ну, вот как с Эдичкой. Там Боря Немцов ходил на его стратегии 31 и Людмила Алексеева. И многие поддерживали, обвиняли нас с Новодворской в том, что мы говорили, что он провокатор обыкновенный. Ну, и носом в дерьмо там, когда Эдичка начал поддерживать Крым, поддерживать Путина, прекратил свою стратегию 31, начал стратегию поддержки Путина. Ну, мы же все об этом говорили, и о том, что у него, его лозунг «Завершим реформу так, Сталин берегу лаг», но он никогда не останавливался. Ну, это что, не было известно всем? Всем было известно. С Навальным. Ну, сотрудникам уже известно, что там ролики, которые он там против Медведева размещал, это ролики, снятые спецслужбами российскими. Иначе объяснить никак пролет этих квадрокоптеров над резиденцией президента России и там премьер-министра России никак нельзя. Это могут делать сами спецслужбы. Все остальное – это по закону российскому преступления и финансирование, которое там Чемизов осуществляет для Навального. Ну, кроме там дурачков, которые считают его оппозицией там, но там понятно, что они недостаточно финансируют. Ну, пожалуйста, вы считаете его оппозиции, ну, считайте, дождитесь момента, когда носиком упрётесь, так сказать, вот в это самое дерьмо, и вынуждены будете придумывать там оправдание себе. Да, я всё понимал, скажете вы, но ничего другого тогда не было, и там роль, да, кремлёвский ставленник, да, ставленник спецслужб, но он выполнял, не желая того, роль оппозиции. Ну, так мы об этом и говорим сейчас, что речь идёт об имитации оппозиции. Эффективность – это отдельный вопрос. У них действительно эпизодические понимания того, что их провокации вредят их самим, появляются. Вот, но то, что он является креатурой Кремля, ну, это же не меняется, а именно это я и говорю. Я не говорю сейчас об эффективности там, того, как они сейчас там, выгнав на улицу эту молодёжь, начали из неё лепить оппозицию, новую оппозицию. Люди, которых можно было бы там воспитывать, подкупать, они оказались в тюрьме. Нет, это новая оппозиция, их уже не подкупишь, из них будет выкована настоящая оппозиция. Настоящие оппозиционеры – это делает сама власть. Вот, и можно говорить о заслугах Алексея Навального, и я готов говорить. О заслугах ФСБ в этом деле, о заслугах самого Кремля, что он формирует сам себе оппозицию. Можно говорить, от этого, так сказать, не меняется факт того, что это управляемая оппозиция, кремлёвская оппозиция. Оппозиция ФСБ сформулированная, сформированная. ФСБ сформулированная, сформулированная.